вот этот вчес как я сказала самая сложная наверное мы где-то можем с вами ошибаться где-то нет определить цвет и все остальное но именно пропитки это достаточно из про из практики могу сказать кто пытался это все повторять наибольше возникает нюансов и так скажем сложности давайте так кто у нас не был вчера я немножечко расскажу что такое ph мы как-то с вами все работаем и ну давайте наверное сильно не обращали на это внимание и не задумываясь что мощность воздействия время воздействия не напрямую это два фактора зависящий от ph наших препаратов дело в том что мы с вами частенько для удаления или даже как сегодняшнем случае для осветления мы бы с вами использовали просто пудру правда в обычной жизни взяли бы просто пудру смешали один к двум и все правильно в основном да но мы с вами не знали но сегодня еще вчера кто узнал кто сегодня узнает что оказывается пудры у нас простые ph пудра не то что они плохие или хорошие но эти продукты созданы для кратковременного воздействия с очень высокой ну скажем так силой и сила их выражается в ph реакции так вот ph реакция осветляющих пудр он равен от 12 как у нас вчера нам сказали мастера прям приятно слышать до 14 и вроде беру что в этих цифрах ничего такого 12 12 14 14 как раз от 12 до 14 у нас начинается продукт когда у нас волосина начинает распадаться на запчасти на некоторые поэтому когда мы с вами задумываемся о том чтобы скорректировать цвет мы с вами должны задумываться а можно ли это делать этим препаратом но мы с вами должны понимать что время у нас идет вперед и что у нас многое в нашей сфере изменилось еще мы тут смеялись через правом зол да то что мы знаем что еще начали кратить война закончилась история все равно как бы это вся была вот но нам уже с вами повезло большего живем уже немножечко в другое время есть совершенно другие поколения препаратов и мы вот так получилось что в разряд долгих изысканий немножко такой придумали сочетание которое позволяет нам снижать ph реакции что значит снижать ваш реакции то есть если мы возьмем с вами без аммиачную пудру то у нас будет ph где-то с с 11 там приблизительно до 12 уже как-то легче да немножечко то есть без аммиачность 12 они уже приближаются все равно немножечко легче но все равно этими препаратами мы не можем работать очень долго поэтому видите со временем произошло так что даже химики задумались по поводу того как нам облегчить жизнь и создали нам плекса но плекса проблема в том что они решают все проблемы они не решают все проблемы да они нам облегчают жизнь но это не значит что они нас вылечат как в том фильме это всего оказывается экспрессами также если мы идем по праву по хорошему высокому пашу пытаемся пользоваться все равно это приводит к тому что волосины или не имеет качестве или со временем она все-таки покидает голову наших клиентов в сегодняшнем случае я ввожу протеиновое молоко этим я понижаю ph этим я позволяю себе совершенно спокойно работать в течение двух часов потому что я все время нахожусь на зоне зеленой и на зоне желтой светофоре а 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 я моя ошибка была очень нет не совсем точном определении уровня что самое сложное это именно очень точно определите когда вы определили значит вы можете скорректировать его адекватно направить в ту сторону которая вам нужна не а а а по а а 0 она 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 все моя жизнь в этом во время когда вы классической колористикой сталкивались уже наверно тоже возникали какие-то вопросы которые вы не могли на них ответить или вы не могли получить то что вы хотите правильно есть же такой нюанс теория расходилась и вот как раз из классической колористики я постаралась взять плюсы а вот те минусы те которых вы говорите что что-то не получается этот цвет который вы хотите я их попробовала компенсировать и вот так получилось что родилась некая система или теория которая позволяет добиваться того что мне хочется или то что мне нужно или то что возможно выжать скажем так стоили на ситуации а а а а а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...